добрый день дорогие друзья в последнее время мне очень много приходит вопросов и просьб помогите сделайте измените вылечите посмотрите и так далее я вижу что-то просто нашем обществе принято чтобы вас спасли вылечили сделали за вас изменили за вас подредактировали за вас а вы будете такой красивый вам окажут услугу и вы эту услугу будете оценивать качественно и выполнили или не качественно выполнили вы ведь такой крутой нас общество так приучило у нас общество потребления да а это значит что потребитель всегда прав у нас есть даже закон о защите прав потребителей есть даже потребительский экстремизм да вот представляете человек с такими вот мировоззрениями попадает на инфодайвинг где предлагается человеку осознанно делать выбор что ему надо что не надо начиная с момента регистрации на семинар я уже говорила в своих роликах у нас никогда никто никого не не агитирует никто не уговаривает никто не рекламирует никто не заставляет и так далее с вами не будут работать так как работают в маркетинговых сетях и зачастую на этом ожидании тех кто к нам записывается звонит они на этом и заканчиваются и правильно делают потому что просто человек который находится в программах потребления он не сможет заниматься инфодайвингом это я сразу говорю почему потому что надо очень сильно изменить свои привычки свои взгляды забрать ответственность за свою жизнь на себя с этого начинается любое занятие потому что для того чтобы работать с информацией нам так или иначе надо будет сдвинуть восприятие субъективное и стать творцом своей реальности без этого не бывает моделирование без этого не бывает осознанности и поэтому вот это пункт номер один когда в любом письме в любом разговоре я человека буду возвращать к себе если человек просит вылечить господин хороший для чего тебе прилетела эта карма зачем у тебя создалась такая ситуация или такая болезнь зачем у тебя произошли вот такие события в жизни чему они тебя научили эти вопросы они нормой являются для меня нормой но для человека а я не прошу вас копаться во мне вылечите господа лечиться к врачу мы не лечим вот здесь однозначно у нас нету лечебных семинаров и тренингов у нас обучающая программа до спасите наши души особенно вот такие письма я иногда получаю от людей у кого есть инвалидность и так далее и вы знаете меня очень радует когда человек с инвалидностью не считает себя не таким как все да и я его не считаю не таким как все я просто вижу что у него от этой инвалидности есть вторичные выгоды и сразу предлагаю с ними разбираться потому что вторичные выгоды всегда будут стоять над ресурсной травмой а путь в нее путь в том чтобы найти и открыть зачем зачем это случилось в вашей жизни и что к этому привело для того чтобы что-то изменить в будущем надо найти кармические узлы в прошлом поэтому когда вы звоните просите о помощи когда вы обращаетесь к нам иметь ввиду работа будет вестись с вами работа будет на изменение осознанности работа будет на глубинное осознавание процессов внутри вас и здесь первый шаг с которым мы начнем это будет ответственность ответственность за вашу жизнь ляжет на вас и поэтому когда я читаю там виноват тот виноваты прививки виноваты государства виноваты 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 так вот господа виноватых не будет виноватых вы возьмете в себя да потому что это случилось для вас для того чтобы вы осознали для того чтобы вы изменили что-то в себе это ваши программы первично подали запрос на то чтобы сложилась та или иная ситуация вот с этой точки мы будем смотреть на жизнь и в тот момент когда у вас вот эти процессы пойдут будут моменты когда наверное будет больно больно принимать например ну как то вы вдруг осознаете что вы получили доступ к информации вы снимаете информацию осознаете что вот муж вам изменял для того чтобы подруга вас предала для того чтобы это первый шаг а следующий шаг вы осознаете что эти все механизмы запущены вас это ваше зеркало это вы предавали себя это вы изменяли себе это вы не любили себя это вы это все вы и только вот когда вы придете в эту точку у вас открывается точку восприятия у вас открывается доступ к информации да тогда мы можем говорить уже об инфодайвинге и только в этой точке восприятия начинается исправление заболеваний жизненных ситуаций кармы и так далее и и теперь подумайте насколько вы готовы сейчас переместиться в эту точку насколько приятно будет вам в ней казаться или болезненно сложно или или это целый путь это целый путь в себя в познании своих возможностей в познании своей психики в познании своих ресурсов это невероятно увлекательное путешествие на самом деле и тех кто все таки осознает насколько это круто я приглашаю его совершать вместе с нами и для тех кто ждет все таки волшебного пинка этот пинок будет курс с андреем охриму ком мы проведем в середине марта но вы понимаете господа пройдя этот путь вашей жизни очень мало чего изменится очень мало чего изменится если вы дальше дальше не начнете работать над собой и для того чтобы видеть целостно весь процесс где вы находитесь сейчас и куда вам надо прийти вам придется пройти не один тренинг и даже не один десяток и возможно имеет смысл начать с того чтобы разобраться все таки в основе из каких же программ вы сотканы тогда вас приглашу на тренинг ирины борисеевич который будет в начале марта либо же для того чтобы проработать свои генетические программы ресурсные травмы и так далее тогда я приглашу вас на тренинг с 9 апреля наш по эпигенетики и по генетическому коду и тогда и тогда и тогда когда вы не умеете чувствовать и вам тяжело что-то прочувствовать вы пытаетесь думать а не чувствовать то научиться вас научить вас проживать и чувствовать поможет евгений волков опять-таки в марте и так далее таких программ у нас много нету повторяющихся программ максимально все программы вот сейчас мы пересобираем фильтруем делаем действительно качественными продуктами для того чтобы максимально короткий срок привести человека к себе к себе настоящему искреннему для того чтобы он мог реализоваться классно отыграть эту жизнь отыграть действительно отыграть создавая творя как творец картины той реальности которую он выбирает вы знаете что становится очень интересным оказывается что у человека очень сильно сдвигаются возрастные рамки когда я вижу что человек которому за 70 начинает резко творить молодеет и двигается вперед я радуюсь когда я вижу и вот сейчас мы работаем с людьми например человеку далеко за 80 а у него душа еще молодая физическое тело может и душа предлагает ну давай вот сыграем в такую игру сама до душа предлагает и человеку раз подбрасываешь эту игру как идею он вроде бы старого у него тут вроде сил нету и здоровья нету а он зажигается как свечкой силы появляются все начинается другая игра блин это неимоверные вещи потому что вот этот вот контакт с душой он помогает действительно включать человека в тем в те моменты игровые как от которых его прет где есть энергия где есть ресурс именно эти моменты дарят ему и здоровье и возможности и так далее я понимаю насколько насколько крут инфодайвинг в этом плане как он сильно помогает человеку в этой игре а с другой стороны я понимаю насколько он может причинить боль тем кто не хочет меняться ведь надо будет признать что весь мир сотворили мы и все то что тот трэш который вы устроили в жизни в своей вы устроили себе сами представляете две стороны одной медали но я приглашаю вас проделать это путешествие вместе с нами на самом деле она удивительная до новых встреч друзья